Комплект МВ-10 с печкой ЖГ-3. Сегодня у реки протестирую печь ЖГ-3 в палатке Мобиба МВ-10. Температура минус 1, ночью минус 3 где-то было, заморозки. Так, МВ-10 с печью ЖГ-3. У меня все подготовлено к тому, чтобы разжечь. В ЖГ-2, в ЖГ-1 помещалось 4, максимум 5 топливных брикетов. То есть здесь мне удалось поместить 7 брикетов. 7 брикетов это больше, чем пол пачки. Очень мощно. Сейчас такая закладка под завязку. И, в общем, я начинаю розжиг. Порубил я здесь, остались такие лучины. Одну из них зажигаю. И погнали. Сейчас пойдет. У нас около 0 градусов. Я решил в этот раз полный бак залить для эксперимента. У меня чуть выше уровня мофта крана. То есть не пол бака, а полный бак. Полный рабочий объем. Все 4 литра. Что же, открываю дверцы топки после розжига. Смотрю. Ну, можно считать, что это начало разжога. То есть реально топливные брикеты занялись. Они горят. Горение началось. Ну, это начало растопки. Смотрим время. 11-12. Ну, вот и все. Бескозащитная накидка установлена. Таким образом, у нас защита крыши тента от искр. Ну, и кроме того, изоляция от осадков, если что. Ну, и, в принципе, дополнительная теплоизоляция именно крыши. Датчик показывал минус один, пока ехал. Вот сейчас показывает термометр здесь плюс один. Даже ближе к плюс два. Ну, все равно это достаточно прохладно. Посмотрим, как будет работать жига. Три. В более просторной палатке. Мобиба МВ-10. Габарит у которой 1,9. 1,9 по основанию. И высота в центре, в самой верхней точке. Тоже 1,9. Вот, уже захожу и 11 градусов. Сейчас дверь закроем. Буквально я прошел вокруг палатки. Сделал ее обзор. И у нас уже вот так. Да, конечно, это экстремально мощная закладка под завязку. Горение очень интенсивное, крутое. Вот. И. Должен чувствуется шум закипания воды. Ладно, я начинаю переодеваться. 11,16 временных прошло. Четыре. Ну вот, судя по ощущениям, я уже чувствую, наступает тот момент, когда вода закипает. Так, надо одевать перчатки обязательно. Когда работаем с печью. Все, вода закипела. Бурное терпение. И это, если что иное, как парогенерация. Парогенерация началась. Время. Эх. 11,22. 11,22. Горение. А с момента розжига это 10 минут, 12. В общем, максимум 15 минут и у вас баня. Настоящая баня. Вот он, парогенерирующий эффект. Потеет стекла. Все, пошло. Пошло дело. Вот такое. Но это экстремальная закладка. Такую делать необязательно. В общем-то и не нужно. Выхожу на улицу. Оттуда уже пар идет. Весь. Весь рост. Так вот все работает. 25 минут. 11,25. Прошло 12 минут. Температура на полоке. ПСН 420 градусов. На самом верху, тем временем, уже 76, под 80, да. Это при такой влажности достаточно значительный. Ну и здесь на уровне шеи, скажем так, 6 градусов. Оказывает 66. В общем-то, это было и так очевидно при первом тесте палатке РБ-200 К5. Сразу было ясно, что МБ-10 Печи Г-3 прокачивает. Прокачивает хорошо. Но сейчас я в этом однозначно убедился. То есть данную печь, печь активного горения для бани в этой палатке, которая объема больше, чем палатка из комплекта Кайфандра, то есть РБ-200 К5. В общем, эта печь здесь делает в очень хорошей банной кондиции. Не такие жестокие, как в РБ-200 К5. Там она просто жесть делает, хочется. А на пол опуститься. Ну, здесь очень хорошо. Вот печь Жига, печь Гравитсапа КЦ-4 в этой палатке делает жесть. То есть она тут дает избыток мощности. А вот Жига-3 МБ-10 это то, что надо. Это класс. Это прям отлично. Не такой мощный обжигающий эффект, а вполне себе нормально. Но при условии то, что я топлю сейчас на полную. У меня полная закладка. По мере того, как дрова будут прогорать, топливные брикеты, посмотрим на результаты. Результаты по банным кондициям. Вот 11-27 сейчас. И это уже полноценная баня. Сморцов уже вспотел. Надо его вниз на пол. Вот на полосе уже, вот на этом, пока я разговариваю, уже 25. На 5 градусов поднялась температура. Это на том уровне, где я сижу. Вот вижу, пока камера еще не запотела. Наверху 78. Ну, надо 80, там плюс-минус доберется. И на уровне шеи 78. Тоже, кстати, 78, что интересно. Под 80. То есть наверху температура. Здесь даже больше. Интересно, здесь 80. Наверное, весь пар идет вот сюда, вот в форме. А наверх... А наверху почему-то... Опуска... А-а-а-а, блин. Капец, термометр плавится. Я думаю, чуть температура меньше становится. А тут термометр, короче, плавится. Прямо на ваших глазах. Не знаю, покажет или нет. Вот. Надо его срочно снимать, а то... А, это клей. Все, слетел. Буду развивать термометр, не выдерживать такие температуры. Ой. Ой. Фух. Я думаю, что достаточно будет. И руководство с температурой на уровне шеи. Здесь уже 80... 86. Блин. Так. А здесь уже... 45. 45 на уровне Павлока по СН-400. Я... Казался неправ. Короче говоря... Ох... 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 Нет. Жига... Жига-3 делает жесть даже и... И БМВ-10. При полной закладке топлива. Но правда, если в прошлый раз в РБ-200 я заложил... На начальном этапе 5 топливных брикетов, то сейчас я положил 7. 7. Это очень много. Прям офигеть. Вот топка вся красная. Там температура вух. Температура постепенно начинает уменьшаться, только благодаря тому, что была открыта дверь. Вот. И отсюда выходила вот таким образом пар. Вот так на палатках охлаждается. Это же однослойная палатка. Вот. Ну и если держать дверь закрытой на гермоклапан, то наверху клей у термометра... В общем, он плавится. Поэтому должен сказать, что этот эксперимент с 7 топливными брикетами, с топкой печи Жига-3 под завязку, он только носит ознакомительный какой-то тестовый характер. Реально максимум 4 брикета, но 5 максимум. Это даст вам вот такой вот эффект. Всем будет за глаза. Так топить, как я, это не для всех. Ну, в общем, даже не рекомендуется, потому что температурные параметры жестокие. И мало кому такое нужно. Вот. Могу сказать, что Жига-3 прокачивает МВ-10 более чем. Более чем. Я даже не ожидал, что так мощно. Минут 20 прошло с момента рожи к печи. Может, чуть больше. И... Сейчас, если получится, то попробуй засни. Ну, ничего себе. Вот здесь вот подходит 90... К 100 подходит вообще 95. Ну, сейчас отпускается, дверь я открыл. А только что было вот 95. То есть она к 100 подходит на этом уровне. Наверху, значит, 100 было. 100. Ну, это, конечно, просто жесть. В МВ-10, в однослойной МВ-10. Вот сейчас здесь показывает 44 градуса. Ну, явно было больше. Тополок по СН-400. Ну, и, конечно, очень приличная парогенерация. О чем свидетельствует это бурление. Те, при такой, конечно, в таком горении пол-баха у меня ушло. Пол-баха ушло. Ну, что же. Вероятно, имеет смысл добавить тогда воды в бак-парогенератор. Ну, я сейчас это сделаю. Я тут все-таки готовлю, может, водичка в ядре. И при помощи води я выливаю сюда воду. И пока вода не закипит, печь дает только чистое тепло. Нет парогенерации, нет активного выделения пара, перегретого. И я могу чуть-чуть отдохнуть это время. Ну, это буквально 3-4 минуты, максимум 5. Дальше опять все пойдет. Это все на одной закладке. На одной закладке можно париться минут 40-50. Вначале такие жестокие будут параметры при такой полной закладке. Потом постепенно. Меньше, меньше, меньше. И под конец вы уже будете кайфовать в таком положенном, нормальном режиме банных кондиций, когда вы чувствуете себя хорошо и спокойно. Достаточно количество... Оказатель температуры достаточно приемлемый. И показатель влажности тоже. Такие, как надо. Но пока еще жестик печь. Ну, а в режиме закипания бака она только лучит. И здесь достаточно спокойно. Можно находиться и чувствовать себя относительно комфортно. Ну, грубо говоря, как в сауне. Хотя влажность, созданная предыдущими режимами работы до залития в адовый бак паромератора, она еще присутствует и имеет место быть. Ну, вот на полу-то сорок. Сорок по Цельсию. Да, лежать, летом не сидеть и настоять. Это другое дело. Все, излишне влажность. Выходит из топла перегревателя. Вот таким вот образом у нас происходит. Как бы обладать камни были бы. Пол камня бы уже вобрали в себя какой-то количестве тепла и они бы тоже отдавали пас. Ну и так я вам скажу, и так хорошо. Ну все, опять началась парогенерация. Я, наверное, уже пойду купаться. Сорок по Цельсию. Сорок по Цельсию. Да. Ну все, опять. Субтитры сделал DimaTorzok 48 градусов Время 12.07 50 минут что ли то что На одной закладке Более-менее все прогорело Но не все прогорело Бурление уже не такое активное Осталось вот так Практически угольки Но вот при таком горении В палатке находиться комфортно Бурление такое слабенькое Паргенерация не столь Непонсильная Вот здесь температура показывает 64 градуса Недавно было 70 Вот и я должен сказать Что сейчас очень хорошо Было бы взять с собой Было бы иметь Палог ПС-750 Вот здесь вот отличная Банная атмосфера А здесь внизу уже так Спокойно Ну просто тепло и все Просто тепло Правда вот показывает Ну здесь 38 градусов Нормально Вот Но все-таки это Не то Вот таким образом Где-то На сколько я начал В 13 минут Вот Где-то 50 минут работы На одной закладке Получается И один раз я Дозаливал Вот сейчас в принципе Тоже имеет смысл Дозалить И подложить еще Брикетов Потому что слабовато Ну так много я конечно Уже класть не буду Вот нормально Я дозалил Один ковш Все Этого достаточно Ну а по количеству Топлива Сейчас прикину Наверное Три брикета Попробую Положу Три брикета Раз Два Ну здесь я их уже не углю Естественно Потому что Угли у меня Достаточно активные Все Три брикета Можно еще два положить Я уверен Но это будет чересчур Уже знаем Поэтому останавливаемся На трех брикетах Ждем пока Печь выйдет На режим Вода не закипела В баке паргенератора Можно чуть-чуть перекусить Мандаринчиками Добавить ароматизации В палатку Итак В топку я положил После первой закладки Еще три топливных брикета Они у меня разгорелись Вода закипела В баке паргенератора Полный рабочий объем Все кипит Паргенератор отлично На полотке Снова подходит К 40 И Я сейчас термометр Установил на самый верх На самом верху Температура Вот тут Показывает 90 Ну где-то 96 градусов Она растет Подойдет к 100 Но это на самом верху То есть не на уровне шеи Когда термометр был здесь Исходя из собственного самочувствия Я делаю вывод То что Первый раз я положил 7 топливных брикетов Это было просто Просто звездки Это жесть была настоящая Просто тут Ат был Можно было вниз спускаться Вот И даже на полотке Парсиан-400 Лежишь И было достаточно тяжело А сейчас Сейчас когда Я положил 3 топливных брикета Я вот чувствую То, что это отлично Это то, что нужно Сижу сейчас на полотке ПСН-400 И комфортно Думаю, что если был бы полот ПСН-750 75 сантиметров По высоте Вот лечь на него И это прям вот Отлично Оптимально Больше и не нужно Для меня лично Но кому нужно Чуть-чуть Погорячее Кладите 4 топливных брикета 4 Если хотите Зверства Можно положить 5 Это будет уже жестоко 5 брикетов Мощно Вот 3 По мне лично Это конечно Субъективно очень Вот 3 брикета Положил Это пол топки И это оптимально 3 топливных брикета Это половина объема Вот топки Примерно так Вот Даже меньше И вот да Сейчас я чувствую себя Достаточно комфортно То есть Температура вот наверху Она большая Уже 102 градуса Вот Это на самом верху Здесь на пауке Сейчас 40 дошло Вот Ну это Это приемлемо Чувствуешь Равномерное Остреление температуры Чувствуешь Что и влажность есть И температура Достаточно приемлемая Не слишком высокая Не обжигающая Не заставляющая Вниз скатиться Или выйти из палатки И быстрее Бегом купаться Вот В общем Классно На 3 топливных брикетах Эта печка шпарит На самом верху 120 Немножко Немножко Скатал Ватт Продолжение следует... Продолжение следует... На самом верху